А вот кто будет ремонтировать дома, которые пострадали от паводка, пока не ясно. Нужно сначала хотя бы прибрать свои квартиры и дворы, говорят жители Вересников. Хотя помощь со стороны властей очень бы помогла, признаются пострадавшие. Но уже сейчас ясно, добиваться денег от чиновников будет сложно. Но возможно, как именно, выясняла Анастасия Шерстнева. У меня труха. У меня нету здесь пола. В труху пол у жительницы Вересников Любови Иробкиной превратился после паводка. Женщина вспоминает, что передвигаться по квартире этой весной она могла исключительно по доскам. На полу стояла вода. Постоянно же сырости. Постоянно у нас. Потому что канализация всегда пахнет в квартире. И столько уже этих освежителей мы испортили. Дом весь уводит. Вот так его. Все потолки прогнулись. Все балки несущие. А сейчас вода вот сукубила еще вот это все дело. Канализация прямо под домом. Житель дома номер 28 на Лесозаводской Владимир Мартынов рассказывает, что от этой проблемы он страдает уже лет 20. В этом году во время паводка в квартиру вместе с водой проникли и канализационные отходы. Теперь мужчина опасается, что из-за прогнивших перекрытий дом может рухнуть. Ведь он и так признан аварийным. Ну это естественно все стены. Их остатки они обвалятся в течение полутора-двух месяцев. Это все обвалится. Дело времени. Сейчас же там все село, гром же он начнет садиться. Этой весной от разлива вятки пострадало почти две с половиной тысячи человек. Теперь они надеются получить хоть какие-то деньги за причиненный ущерб. Однако власти еще в начале мая говорили, что выплачивать компенсации они пока не собираются. Поскольку это паводок, это стихийное бедствие, в данном случае жители должны были застраховать свое имущество на период паводка. Тем более, что фактически все дома, которые сегодня затопили, они находятся в зоне затопления реки. С такой позицией не согласна юрист Марина Туева. На встрече с жителями Вересников она рассказывает, что на возмещение ущерба могут рассчитывать все. Даже те, кто не застраховал свое имущество. Компенсацию может получить человек, которого признали пострадавшим. Ему выдается соответствующая справка. И который во время паводка находился в зоне затопления. Здесь достаточно предъявить паспорт. Правда, вопрос, выплачивать компенсации или нет, все же остается на усмотрении мэрии. Если бы администрация города хотела вам компенсировать это в добровольном порядке, она бы уже давно издала решение о том, что в связи с такой ситуацией чрезвычайной, что необходимо выплатить такую-то компенсацию либо какую-то материальную помощь. В данном случае все зависит от вашей инициативности, от вашей настойчивости. Написать заявление в администрацию города нужно уже сейчас, предупреждает юрист. Сделать это нужно в течение месяца после отмены режима чрезвычайной ситуации, то есть до 13 июня. Заявление можно написать в свободной форме. Главное указать, что вы претендуете на получение компенсации. Сумму можно не указывать. Затем в течение 10 дней к вам придет специальная комиссия, которая оценит ущерб. И только после этого будет принято решение, в каком размере вам выплатят компенсацию. Или вы ее не получите. Анастасия Жорснева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича. Продолжение следует...